Так, товарищи, сорян, случилось непредвиденное, случилась беда. Так, нам вторгся, Киря. И в это время все сразу охренело. Короче, получилась такая любопытная штука. Любопытная штука. Я забыл включить питание ноута, и весь этот час хреном у меня ноут спокойно в одиночку тянул камеру в эпку. Ну и, собственно, сам ноут. Сейчас я быстренько все сострою, как у нас было. Киря, дверь закрывай. Или не ай просто. Вот. Я понимаю, что ты хочешь немножечко звездного времени для себя. Но это можно было бы сделать немножечко как-то все-таки эстетичнее. Фоник. Фоник. Все, сейчас все будет. Сейчас все будет. Так, фокусировка. Убираем авто. Все делаем руками. И мы снова в Сноу-Онлайн. Снова всем привет. Надеюсь, мы не в них всех остались. Все, расходимся. Ребята слились. Не, ну, по крайней мере, сейчас ВКонтакте должно подцепить как непрерывное. Склеить дальше все вместе. Твич, да, он отвалился. Ничего страшного. Но зато мы выяснили, что я могу еще и в течение часа в лесу, если там я, конечно, добивать хьет, могу стримить. Не знаю, как кто-то бегает. Погоди, а у нас мы в лесу находимся? Нет, могло бы быть, потому что я сейчас все был полностью на автономном питании от Ноута. А-а, вот оно что. Ну, кроме компрессора и света, да. Компрессор не выдает никакого питания, не надо. Ну, настройки... Камера все очень хорошо, все сохранилось. Мы, в принципе, видим цвета, более-менее приближенные к реальным. Потому что с таким металликой и с таким освещением сложно смотреть техники просто по той причине, что они переливаются. И поймать, я бы пытался там температуру выставить, немножко в конце контраста поднять и приглушить экспозицию, чтобы это все было заметно и неприятно. Вроде как бы что-то у нас замечается. Ну, я вот не знаю, опять же, для меня-то я прекрасно вижу уже то, что постепенный легкий переход пошел, но... Как говори, как говори, мы понимаем, что мы в полевых условиях, поэтому... Да, мы тут сегодня, опять же, у нас такой домашний ламповый стрим, ну, почти домашний, почти ламповый. Да. Что у нас случилось? Азим. Рабочие вопросы, поэтому делаю пока что потише. Что такое выходной день у ребят, которые работают в лавочке? Это в любой продажной, по-моему, структуре, на мой взгляд. Не скажи тем, это когда выходной день, когда ты можешь прийти на работу чуть попозже, а в отпуск, когда уйти чуть пораньше. Ну, на самом-то деле, что-то вроде того, да. Да, на самом-то деле, я столкнулся с такой проблемой, что для меня поход в лавочку Sky это одновременно поход за развлечениями и поход на работу. Потому что в рабочий день я здесь работаю, в выходной день я здесь играю. Ну, как бы, ну, потому что это хобби. Да, я люблю свое хобби, я превратил их в свое хобби в работу. Да, это очень хороший шаг, когда именно твое хобби и твоя работа, они совпадают. Я ненавижу теперь свое хобби. Знаешь, вот меня за это могут еще кревать, но я просто себе напомню, что я именно по этой причине отказался полностью от покраски на закраски. Я не хочу, чтобы мое хобби становилось работой. Ты знаешь, если оно не работает вместе, вот сообща, ты не получаешь удовольствие от того, что совмещаешь это, то да. Да, да, именно, что я, понимаешь, как бы, у меня пропало желание красить для себя, потому что для меня как раз это работа. Я не мог красить для себя, потому что там недокрашенные заказы. Женя, привет. Вот, ты все равно не смотришь, но все равно передам привет. Вот. Ну, просто к тому, что у меня отношение к хобби изменилось. Это стало работой. Муторной, злой работой, да. Это мое именно очищение. Для меня хобби, второе хобби, это видеомонтаж, то, чем я занимаюсь. И я работаю в этой сфере, и я кайфую. Это моя любимая работа, то, чем я занимаюсь. скажи а вот когда ты занимался съемкой battle репортов это влияло на твое ощущение отношения к хобби именно то сколько ты делал battle репорта по факту совмещал хобби видеосъемки это было в кайф потому что я выяснил после того как я перестал работать на сибирь и перестал снимать я уверился все что моя работа мне приносит кайф она как хобби уже даже и вот когда совместил оба это очень не особо понимал кафе на съемки монтажа в мере вот когда совместил до методиально приносил удовольствие это нравилось я действительно был готов тратить все свое время свободное с утра снять и чем приехать домой смонтировать чтобы вечером же было допустим доступно на сайте чтобы это посмотрели потому что это кайфово это интересно и отношение к хобби только наоборот улучшилось и желание этим заниматься усилилось это очень похвально сам ну и самое главное в чем фишка в первую очередь в нашем хобби за что я очень люблю петербург это хорошие ребята да именно потому что наше хобби съемка с репортов трекица пока готовимся пока играем пока там собираемся это общение и нету плохих ребят в принципе нет таких ребят с кем не приятно не хотелось бы общаться и с кем не хотелось бы играть все с кем играл кайфово интересно приятно и здорово и это тоже очень сильно подстегивала работу точно так с покрасом собраться вместе покрасить там может не поделать этого тоже кайфу потому что хорошие хорошие я вот что-то коллективно на самом деле этот впервые за долгое время я с кем-то сижу как бы крашу что-то я обсуждаю что-то это на самом деле очень редко для меня удивление посмотрим можно потом делать групповые занятия да я насколько знаю у нас есть ребята которые на самом то деле оказывается где-то там у себя в подвалах устраивают даже уроки рисования потому что опять же это здорово это при общении вот но я постепенно я не знаю опять же если какой-то у нас на камере на камере немножко переливаются тени они окрасить попробую чуть-чуть показать но я же у нас пока первый слой идет скорее всего держи на месте я пытаюсь попасть камерой шелк-шелк-шелк вот как то вот так вот то есть пока что тени у нас грубые нам надо будет их доработать еще мы будем постепенно это выводить дальше снова эмиралт алхимии вот соответственно но уже вот вид видны переливы то есть она блесит пока еще свеженькая да да и она на самом-то деле скорее всего таким свежим и останется потому что мы работаем с очень сильно разведенным вариантом металлика мы не спешим с добавлением нового цвета пока как раз вы вторым проходом насыщающий бы я его буду насыщать и более того я буду стараться от получившуюся тень чуточку ослабить потом повторно пройдя 7 алхимии изумрудный по местам склейки потому что как видите пока что в очень многих местах я на самом деле очень неаккуратно работаю я по большей части пытаюсь как-то естественно это как-то тихонечку растянуть сделать растяжку блендинг но делается это на самом-то деле такое то есть это процесс постоянного похода взад-вперед на самом-то деле почему блендинг на самом деле веселая штука ты можешь сидеть часами блендить ты можешь в какой-то момент задуматься о том что черт возьми что я делаю ах да я крашу передник примарис апотекария третий час по моему я увлекся я учился еще будучи москве у дима мусова как раз его в принципе тоже на это как художника не паникнем именно по имени тоже делился впечатлениями то что я смотрю на некоторых европейцев и американцев которые красят как делают лейеринг прозрачную водичку слой 2 5 10 30 появился оттенок отлично работаем дальше еще 70 слоев прозрачной водичкой они делают прям плавную плавную растяжку да да на склаптом биржа ирогров пшика и готова ну ну да я пошли на тонировку до руби конечно получается но как бы есть варианты ну это лучше ничего на мой взгляд некоторым допустим сергей чеснок очень крутую работа показал не так давно дредноут ересёвый с цветками красный и свой сел вокруг как раз шлем и прочее 250 часов на работу ну и сал на самом-то деле техника такая она очень сложная для освоения особенно осл кистью да особенно но на самом-то деле любой осл нельзя нормальный осл аэром в одиночку тоже опять же не сделать ослаблик 40 сладень когда на модели ты отображаешь распределение света от объекта грубо говоря у тебя подмышкой подмышкой стоит фонарь освещает руку вокруг отцвет получается на щеке грубо говоря вот и там не не знаю легкие легкие совсем усерд будет там например на базе на полу ты имитируешь источник какой-либо цвета а если начать цветной зараза подача полный капец так вот здесь у меня еще попутно ох как я что-то однако дерзко мазанул это мы ответим все опять же я очень на самом-то деле был впечатлен когда я в первый раз увидел технику 2 блендинга кистью особенно с двух кистей это на самом-то деле техника которую показывают ребята из приватер пресс потому что у них в линейке на самом-то деле очень мало шейдов то есть в отличие от гв которая просто нас поливает шейдами или армии пейнтера у которого опять же шейдов очень много у п3 шейдов на самом-то деле не так уж и много поэтому они пошли к этому радикально они как старики из старой школы предпочитают это все делать через лейринг и на самом-то деле вот этот блендинг двумя кистями он интересный то есть по факту ты делаешь иногда даже очень грубый мазок откуда ты начинаешь свою тень и постепенно выцепляешь краску второй кисточкой чистый до того места где тебе надо доводишь волну гонишь именно именно ты в гонишь волну ну желательно так делать только на модельках лучше не так не делать мы не рекомендуем этого вот ну вот потихонечку он потихонечку мы какого-то эффекта добиваемся на самом-то деле проверяет лично фигменты чем и лайф наверное елуб меня конечно подводит коварные тура же он не особо любит неожиданные стримы youtube ищи да ты что youtube ищи мы тебе контент делаем у магат как сказал базилиний магат контент так но кайнас на отвечу никто не смотрит и пофига зато на смотрят в контакте ну у нас народ как это простой видит стрим вконтакте зачем как это и лезь куда-то еще это не это вообще не вовсе не в упрек я тоже смотрю обычно через контакте если стрим чей-то из наших пупупупупупупупупу так встречу это пока смотрит ну как принципе нормально лёша привет привет и саш привет рад вас видеть саш который нас творче к саши жуков за который сварчик красит роляку я взгляд сашу завидую блин то что он купил хагу до оригинальный это прям прям молодец мы ее смотрели просто с ним вместе это достаточно впечатляющая модель просто на уровне того какая она огромная но она во первых огромная во вторых как бы как фраджа она ну как бы детализированная вся в рельефные но в третьих мне что меня убило то что вот саша очень любит свое хобби он очень очень любит свою армию вот прям действительно прям все сердеточка лежит к нему вот и и цена черт возьми ну цена на самом-то деле скажу так как бы за такую форджовского модель цена на самом-то деле не особо высокая кстати полтора страдрэйка на сколько страдать час но около шести ну там геннагер что-нибудь типа 5,5 на 6,5 на мой взгляд по сравнению с детализацией хаги ну наверно я в руках не держал хага она поразительная то есть во первых у нее вот этот мешок за спиной он детализирован целиком то есть там можно увидеть все что угодно что находится внутри этого мешка я был под большим впечатлением когда мы первый раз посмотрели посох у нее вот это отдельная сказка то есть вот это лес это православный лес заполненный целой кучей грибов сейчас сохраню прочей гадости картинку чтобы вам тоже всем как о чем идет речь о при этом привет урода силе изображение сейчас быстренько есть не особо конечно удобно добавлять картинки но я постараюсь идет речь вот о такой милой милой даме простите что я это грубо конечно показываю просто картинка я не мадам я ван дам бабуля с вам хак тролиха бабушка одна из немногих женских моделей разрушения в принципе дауды страшно потому что они не богаты в связи с обвислыми сисками с очень любопытно хорошими стерилизированным мешком она по размеру база помнишься 60 миллиметров больше а больше больше смотри по это самый лучший способ проверить какой у нее базы досмотреть на форде потому что в описании обычно всегда входит описание открою только дальнейшую спасибо киете наконец-то спасибо йота нормально работаешь сейчас я быстренько узнал точнее какая там база давай давай нагрузись мерзкий ford world не хочет грузить 120 миллиметров база 120 она стоит на столе базе стоит стар дрейк по факту сейчас я сохраню картинку рядом с либератором вот и быстренько ее заменю оник это вот эта вот картинка и сравните то есть либератор и как я думала меньше я думаю огромный как с вам тролли она на нас на обманули расходимся на суши офигенно конечно дать вы теперь все мы вопросы то есть вот как раз примером от моделей блин она крутая но блин за стоит восемь с половиной тысяч до с другой стороны тебе больше она никогда не понадобится для стран дрейк она клёвая она хоть и форжа но правило она действительно хорошая модель интересная модель она реально прикольная берем и будем смотреть дальше следить за эти давайте мы сейчас тогда в таком случае сейчас начнем постепенно как раз так давайте сейчас посмотрим у нас в принципе уже кое-какие огрехи за счет высыхания краски пара проявились соответственно я сейчас сделаю еще более такой слабенький слабенький вариант нашей аметистовой алхимии и мы начнем глазировать это все то есть мы повторно упорно начнем это все растягивать артема чтобы за привет леонид а как же привет петр ой да ладно пить уж ты тоже знаешь это мои руки это мои руки они меня здесь нет понимаешь я здесь не окей вот собственно как вы пейте показывает о том раз пример покраса обвеса кастомного на imperial на это от лиги модульс наша петербургская студия которая занимается изготовлением и распространением одно таких обвесов есть на ренегатов есть на его и листов эти разные разные кучи варианта как я уже их свое время на самом я на самом деле большой поклонник имперских рыцарей именно в плане их бэкграунда это одна из наверно самых интересных фракций сейчас сороковом тысячелетии когда дело касается их бэка ну что это действительно такой рыцарский когда ты думаешь когда уже отсылаться больше про рыцарей когда вроде ты такой типа ну космодесантники рыцари монашеские ордена это понимаешь на самом-то деле не черта подобного вот они настоящие рыцарские ордена то есть спейсмарина это такие ребятишки шкеды которые носятся без чести без долга ну на самом-то деле то есть их понятие чести и долга она весьма детская здесь она прям реально это рыцарские рыцарские дома с серьезными ритуалами иногда даже настолько мерзкими неприятными для самих участников что для них проще убежать с родного дома воевать куда-нибудь например например смотри есть один из домов я сейчас тебе точно не скажу его название но это было пока вот самый момент их релиза в истории в кодексе шестой редакции где рассказывалось следующее что дом не имеет права заниматься какими-либо делами пока они не перечислят список всех подвигов дома это занимает обычную неделю а в смысле то есть мы прилетели мы бы прилетели воевать не мы прилетели домой именно дома ты можешь дома по факту заниматься никакими делами пока не перечислишь во время собрания все дела и все подвиги своего дома ухты по этой причине большинство рыцари как только слышит о том что нужно где-то пойти воевать они тоже такие где дайте мне билет в один конец занятно любопытно то есть у разных рыцарских домов есть разные рыцарские традиции опять же есть например очень сейчас популярны кстати в самой восьмерке дом хоук шрауд то есть как не знаю там сафон вообще лучше не переводить на самом деле такие имена на моего хоук шрауд этот рыцарский дом известен тем что они практически никогда не отказывались от помощи кому-то нуждающемуся в беде то есть они прям действительно рыцари которые рыцари рыцари это который как раз в стилистике как имперские кулаки да они желтенькие соответственно но при этом они там типа могут присягнуть имперский опять же рыцари присягают часто именно на помощь но это не значит что они будут постоянно с этим орденом ошиваться чаще всего если рыцарь совершил какой-то действительно знатный подвиг во время кампании ему рыцари его на его рыцаря разрешается нанести геральдику ордена космодесанта с которым он воевал вместе например в свое время я помню в ереси хоруса показывали рыцаря класса церастус который такой как цыпленочек с более длинными ножками чем тот кадры могут я сейчас скажу это так называемый квест-торис у него была например геральдика белых шрамов нанесена потому что он у него он воевал вместе с белыми шрамами вместе дам так сейчас я тут поикину просто очень сильно сейчас фокусирую внимание на центральных очень мало времени фокусирую на вот эти вот эти вот надо подправить даже цвет уже потихоньку заканчивается чисто скоро сейчас придется подводить привет ребятам кто такой что подключился у нас там народа же приходит сколько-то не поглядываю кто сколько человек нас смотрит ну у нас также мы так сидим и может кто-нибудь что-нибудь спросить захочет да нет это скорее больше знаешь больше это типа мы записали это и потом можно это вечером посмотреть ну да например потому что это останется да конечно все наши не по пары часов которые можно там что-то проматывать но принял и да так ну сейчас и тогда в таком случае чуточку это подправлю я сейчас вернусь немного насеку хотя хотя не выдавая мы с тобой углубим тени на самом-то деле и бар потом вернемся как раз таки камералки а здесь шарики есть такие шарики реально помогать перемешивание потому что тихо как ломанется да жучки распоржлись хватайте их убегут и ползаем мы по стенам паучков уловим ух сейчас хорошая сосуль упала с новым счастьем да какие сейчас я делаю следующее у меня как видите на палитре есть теперь уже два оттенка один оттенок это black metal то есть как видите он действительно очень черный очень такой прям насыщенный и сейчас я его перемешаю моей вмешательной краской вместе с аметистовой алхимией сделаю нашу такую более ослабленную тень может быть даже кстати сейчас можно есть повод немножечко побольше аметистовой алхимии давайте что-то чутка она у нас с нами делится наш прайм потому что клады пурпурное солнце дребрашивает под нашу болтовню очень приятно что у нас получит такой совместный хобби марафон это отлично на самом-то деле ренат готовится чувствую все-таки к выходу новых новых кортов до флэшиттеров это кстати на самом деле я не ожидал что они получат прям такой любви это прям здорово я прочитал правила на трон костяной я обалдел это очень круто то есть настолько о чем делает это не курсе он он позволяет без трата кп суммонить а то есть он позволит суммонить трупоядов обратно ну там меня поправит но просто потому что без трата кп ты можешь присуммонить и это гури еще кого-то как бы я вас в мнении не не вдавался в эти самые но сама сама фичка в том что есть трон в этом случае наверно царский там императорский трон как бы королевский трон который позволит своим мгновением перста призывать челядь и холопов под копье учитывая что-то наваждение ну да учитывая бэк этих ребят да да согласен что все-таки блин у флэшиттеров один один из самых любопытных бэков по подоплеку бэксторий да кстати на самом-то деле у меня была очень сильная такая прям дозировка дежавю когда этот трон в первый раз увидел потому что я был в чешском асуарии тот самый знаменитый может использовать командобилки пешего короля и арх легенда без трата команд поинтов это очень круто да действительно это очень круто согласен игра механически так соответственно я сейчас объясняю попутно чего я делаю я беру соответственно вот эту нашу смесь в виде black металла и аметистовой алхимии и я ее загоняю в самый низ нашей ракушки тем самым создавая самую тёмную точку поясняю петер держит рыцаря кверх ногами как ногами да как получается макушку не очень смотрит на самый верх и вот эти вот желобки которые в самом верху вот сужаются она будет как раз над головой то есть по сути при установке на рыцаря это будет самая затененная часть у модели собственно вот да чуть-чуть ближе к себе что было понятнее сейчас я просто вот еще кое-что так вот именно взад-вперед это погоняю потому что мне нужно максимально это отдалим растушевать и примерно как раз он так и получается то есть вы возле этой ковки которая такой воротничок там самая-самая темная часть там куда там где не светит солнце да то есть точнее как она там очень будет плохо заходить то есть это будет именно наш блик темный блик на самом-то деле чуточку конечно это пока смотрится олеповато конечно издалека но да не нормально нормально мы тут все-таки не самую топ-художку красим мы тут просто развлекаемся на практике будет интересно сколько значках будет стоить рон потому что он не для спелл он именно как трейн ты знаешь здесь как мошрайн и прочее обычно весь terrain для фракции на моей памяти ничего не стоит ну да есть ограничение по так количеству просто то есть частности например у тех же самых идонетов можно поставить два полных корабля бесплатно да ну вот не собственно скорее тоже будет бесплатный но просто аосик он такой интересный он такой да ну в отличие от сорокатысячника у нас ограничение в количестве terrain которые мы можем поставить но не в очковой стоимости мне волос нравится первую очередь то что на стороне 40 а сейчас не настолько паровозик не так сильно разогнался в плане релизов то есть они есть но они чуть-чуть медленнее чем 40 и все-таки вот на мой взгляд как раз это должно быть сейчас волосе больше по причине того что очень много всего все-таки не доделанно то есть я подозреваю что на самом-то деле я подозревал что может быть все-таки после релиза генокульта гв одумается начнет больше фокусироваться на аос но пока что что-то как-то ну подожди смотри как раз генокульт у нас у нас выходит книжка на мышек книжка на флешит до выходит спелы для карнать молитвы молитвы да то есть этого тоже как там то чудеса как и на как они называются для карнатиков которые охренительнейший по виду ну прям блин я вот увидел сразу хорницкая штука ну блин череп с глазами кровоточащий смотрит кривой покраска как раз правило если оппонент хреново покрас поставь бесплатно не в обиду никому вопрос да не мы это мы как говорится в наших питерских интернетах ровли мы же опять же новый скул тейгеров замену старому неказистому металлическому давно пора давно пора правда сразу слышно возмущение некоторых защитов на тему того вот а белых и синих писать и писать этих песцов до сих пор не переиздали а можно это самое по-зинджийски скажу кока-ка кока-ка ну как бы ну блин что-то сказал про мою маму извини пути головы неисповедимы на абсолютно не предугадать что будет дальше у них а я могу вообще принять на все и вот реально взять и выпустить новую линейку там в 30 новых металликов гв просто потому что то никто не ожидает да это будет какой-нибудь свежий помог с этим же были слухи на тему того что гв планирует переиздавать снова краски потому что опять их начинают не приближаться по цветам и всему прочему но они хотят видимо либо как-то сменить может быть если они сменят хотя бы банки на дропперы я думаю это будет вин это будет вин который просто привлечет обратно людей потому что чаще всего народ если красит цитадели то по крайней мере за рубежом популярно перед переносить их в дропперы то есть народ покупает целую кучу таких вот баночек как у меня здесь если что я не нашел на 17 миллилитров которые как раз как баночки собственно цитадели и баночки малики и прочего а нашел на алиэкспресс только 15 миллилитровые баночки кей понял вот поэтому как бы найти бы найти бы 17 миллилитровые и тогда все будет а шоке а тогда переливать не проблема кинул туда немножко тиннера взболтал перевернул есть даже народные мельцы делают специальные на 3d принтеры насадки на цитаделевские баночки чтобы перевороть они аккуратненько переливались держались крепко в этом как бы тоже есть свои плюсы и свои краски там принципе хороший такой баночки говно и как как обычно сделав большие баночки для вошек они сделали шанс что ты прольешь еще больше куда ее против на самом-то деле здесь очень просто я когда вошеки ложками крашу я беру блю так я ставлю вот так банк у него вот так именно именно и она работает сейчас единственное что мне нужно отдалить камеры чтобы все поняли что там показано с левой стороны у меня кусок блю так а я ставлю кусок блю так а поверх кусок блю так а банку банку все сделано день маленький хитрости покай так ну на самом-то деле вот здесь вот уже в принципе я пол оттенком закончил дальше самое сложное мы идем по самому темному элементу мы берем black metal я вот каждому пришло и время в полной мере уже ты ты его смешивал с аметистовой алхимии да сейчас и выберешь уже чистым да но его мы практически не будем видеть потому что я его записываю вот самый низ этих вот гребешков и его практически не будет видно то есть это скорее больше знаешь для личной своей собственной эстетики если решишь посмотреть рыцарь в лицо визоры посмотри в мои честные лица глаза дам разве я похож на дракончика который может какать шлем как раз лицо страдре стардрейка такое разве похож на страдре который может какать шлем вот я тоже не думаю просто делает кусь 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 не вот это уже ближе похоже на истину на мой взгляд опять же на мою субъективную истину вообще смотрю на самом деле если не считать сейчас попробую такой вариант сейчас камера хренеет привет простите хоба боюсь что все-таки похуй ну точнее мало что изменилось кер построил я думаю мы пофоткаем потом впоследствии да в конце будут фотки конечно сейчас просто для удобства чтобы было видно вот мы видим как раз палитру как с ней работать петя видит в принципе как бы миньки части и камеры фокусе стараюсь передерживать вот и там уже все посмотрим так сегодня вторая камера накрылась мы дальше будет лучше это пока такой это у нас такой тест первым линком как обычно первый раз учителя без него нельзя кстати вот здесь вот я немножечко забыл про вот этот кряж у нас как раз самый темный но как раз стоит тоже промазать осторожненько такой кривой механика сейчас просто а вот мне больше нравится ски чем 40 мая гвардия смерти же пока я перееду начну ее красить тоже красивую стриме так сказать признат просто пара недель вот коробки допаковываю вот и собственно мне очень понравился по помимо площадров понравился релиз наконец-то скайвинг то что и да еще нет не все посмотрел но в первую очередь мне понравились правила на эти маленькие вармхоллы типа да но правило на эндлэсплы мы просто как это это был писк то есть я чувствую где-то целая маленькая орда скейвинов просто сидит такая дай 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 ну как бы мы по ванне видели что наш я не видел лестница упадал наверное из-за этого потому что гнау холл позволяет им телепортироваться мало того что он дает плюс как аркейн трендовит плюс кастам причем не только с кевином дает только стивили на вот его мой может может как раз при призывать герой сквентарь хиру да и позволяет телепортироваться позволяет по крысином и по-скавински зайти с тыла и покусать кусь 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 очень круто ну и сами опять же модельки стволов очень красивый в этом глава холл очень здоровский и получается в принципе что сейчас головы пришло к такому варианту что почти всем фракциям помимо и сплав дает свои фракционные бесплатный тренин да да нравится да каким-то образом протащить как бы сплы даром с карнитами был вопрос они к счастью его решили до того как это вопрос был задан это да но именно что бесплатный тренин получается как раз корабль муж райн леса селиванецкий гнал холл у флешитеров трон что у нас еще получается есть по моему все по сценарии который используется и на что вот фракционный мы старый трон не рассматриваем на него цене для матчплея вроде бы все так что вполне любопытно любопытно опять же хрен угадаешь да посмотрим на самом деле там я чувствую эндл сплав тем фракциям которые еще не полуисперии их получить они их получат скорее всего то есть я на самом деле надеюсь что что то подобные дан это тоже получит хотя мечтать не вредно что у кастов никто или штука став нет террорийный ну ты знаешь с другой стороны типа там какой-нибудь типа не знаю что молниевый трон не знаю что надо придумать надо придумать на самом деле я подозреваю что то было бы наподобие знаешь какой-нибудь ординаторской обсерваторий мы его нургла подсказывают мы забыли да да кстати много бы они полезны если они дел хорошие вещи не стыдно москвы на вот обсерваторе интересно ну по крайней мере просто учитывал вся вот все вот эту фишку с а кроссантом с ракосантом просто опять же можно ждать выход нового книжка рунейшн да рунейшн уже да да ну пора бы то есть а то хорнатов переиздают а как штормкостов нет не порядок я рад потому что сейчас некоторые затишье в релизах у штормкостов потому что это позволило мне выделить немножко средств на гобу на гоблицов на голову за вот потому что все необходимое заказано и можно будет потом когда привет к марту уже начать разе так сосны немножечко вернемся к тому что у нас здесь происходит я в принципе начал переходить к следующей стадии я делаю сейчас очередной блендинг на на сей раз я его делаю в другую сторону на этот раз я возвращаюсь к светлым тонам я сделал опять же очень сильно разведенную эмирал толхинку и сейчас я буду ее блендить в ракушку обратно сам возвращая часть нашего блеска обратно прибивает там где ты слишком сильно вылез тенью да потому что у нас на самом-то деле аметистовая алхимка она довольно сильная она довольно едкая то есть она оставляет ну в целом такие если не осторожно как я сейчас делал оставлять неприятные следы перебить опять же смотрим за тем как петь работают кистью потому что краска разведена очень сильно на кисти совсем немного и позволяет делать такие не грубые а легкие движения позволяя как бы не полностью закрывать тень должна проявляться плавно она не должна быть резким краем но если мы не хотим конечно такой очень грубый покрасок ой какая горькая вот поэтому какими легким движением чтобы она была прозрачная что она просвечивала что был и на плавный переходе вот мы я стараюсь сделать одно движение чаще всего то есть допустим таком метелочка хоп и после этого начинать сразу же чистой максимальной кисточкой растушевывать это все вдоль как мы видим в палитре самом-самом крайне правом углу реально прям как как растут как собирается в капельки настолько насильно разводить что его водой да я раз уже водой потому что я на самом деле не вижу смысла разводить его как-то иначе то есть во-первых это переход ну расход химки излишний на мой взгляд мы столько вы не обладаете них не сидите как как его хорд of тенер не сидите как дракон обложившиеся теннерами и прочее прочее химией не понял отсылка что это это чё пёся референс окей хорошо соответственно ну на самом то деле тут потихонечку все приходит к такому уже более близкого варианта кстати тут самим ручки рубашки по есть возможность до подработать с ребрами немножко я конечно все равно в любом случае это будет об тихо тихо просто мы немножечко их подведем собственно для этого я оботру чуть-чуть кисть об свою перчатку для того чтобы меня не было такого огромного количества краски и я ребром свои кисточки начинаю возвращать ребра более что такое более тот цвет который нужно было потому что я не особо заботился о точности в тот момент я возвращаюсь с на ракушку в более адекватный внешний вид согласитесь такой способ намного интереснее при одним потом на фото мы все увидим выглядит чем банально зафигач металлик пролить это все потому что драйбрашивать и у кого понимаешь здесь скорее такая ситуация это все-таки апгрейд пак когда ты покупаешь играет пак скорее всего в твоем уме заключается то что ты хочешь сделать это интересным ты хочешь заключить в это какую-то идею у меня после того как я посмотрел на этого рыцаря первая мысль я хочу его привязать как-то к своей армии он очень очень хорошо вписывается в тематику ордена копии императора от которых я сейчас очень глубоко фанатею я в большом восторге после прочитанной книги о них чаптер оказался очень интересным его кстати на уютненьком вархаммере как я помню индекс астартес про них перевели причем даже довольно грамотно вот я чуть-чуть еще кстати тут подведу черным металлом снизу того чтобы акцентировать внимание на ребрышках большая часть конечно этого будет потом закрыта синим это уже отдельные истории так ну на самом-то деле так сейчас мы сейчас чуть-чуть возьмем алхим очки так чуть погуще и возьмем мы не будем сильно и разводить я сейчас я заодно вторую капельку разведу смешение уже получится с темным оттенком нет сейчас мы будем делать наоборот мы возвращаемся к осветлению то есть темные оттенки мы в принципе более-менее закончили опять же я сейчас не стремлюсь за экстремальным качеством мы хотим сделать что-то интересное то что в принципе люди могут поэкспериментировать попробовать сами я не показываю прям что-то такое с неба сложное это в принципе все довольно просто банально и просто требует опыта я делюсь этим опытом для вас тем что я выучил свое время так ребрышки ребрышки да ой не на металликах я набил уже столько шишек шмама не горю я темных эльдар своих металлики перекрашивал больше трех раз три раза красил армии три раза не перекрашивал часто будет правда 6 раз когда я икрашу у меня когда я начинал только вархаммер у меня был очень большой комплекс того что мне дико не нравится то что я делаю я смотрю на то что я вижу допустим на сайте гв каком-нибудь такой блин я так не умею нафиг это перекрашиваем и так оно было несколько раз мне никто не ну по крайней мере те ребята которые со мной начинали ваху соврать не не дадут у меня это было точно так же начинал вот у меня при этом самое смешное когда я у меня была первая армия для вархаммер фб это были войны хаоса длинчицкий да ладно да я на самом-то деле очень старый хаосив поэтому как это я всегда смотрел на хсм как нас на слад на слабых родственников потому что как это они-то обманутые были а мы это истинные мы да мы были истинными избранниками они все такое а потом у нас забрали север мы такие ну ладно что-то как-то уже не настолько весело было ну и плюс на самом-то деле самое обидное было то что когда вышли джинч арканиты войны хаоса все равно в них практически не присутствовали как юниты не были особо там интересным ждем может быть кодекс тысячи козлов получился по факту вот так сосну окей соответственно мы чуточку чуть-чуть надо смотрите цвет внимательно раз развел я его растушевываю вдоль 10 промыл собрал лишнюю воду и начинает разводить его когда только только схватился до частично но не схватился полностью начинает разводить уже по самому самому желобу вот и я тут просто для себя хочу посмотреть скорее как она смотрится издалека знаешь я смотрю на него вот с этой стороны такое ощущение как будто это какая-то черепушка на меня пялятся как будто она такая что такое блин к сожалению камера в таком причине может прям этом цветом что здесь нужно смотреть в глаза да но получилось любопытно и опять что что ты снизу чистым таким самым черный металл черный металл подвел прям реально тень она видно и причем что она тоже немножко блестит так а теперь мы с вами пойдем немножечко в стрёмный лес мы достаем наверно один из самых цветов странных металликов белую алхимию помощь на руках посмотрите же сейчас я просто первый раз такое вижу в этот химии это металлик это металлик с 67 металлик белый до оба с радушки ну блин вот он вот такой у нас здесь на беленький а вот она вот он зачем-то чем-то делать у капельку да я заранее обычно использую как бы если я использую какой-то цвета я потом буду хайлайте через него как где моя мешательная кисть вот она моя мешательная кисть нас сразу видите оттеночек он не сильно кстати на самом-то деле вот за счет того что бликуют эмирал алхимия по крайней мере с моей стороны так погодите мы тут сейчас маленький перерыв сделаем я тут с швейцаром поработаю показываю беру так в значит вот и я украшу как ракушку маленький перерывчик у нас небольшой технологический момент петр возвращается петличку не забудь да 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 давайте получается разведение ты использовал белый металлик для того чтобы другой металлик аметиста разновить он стал чуть более светлым я кстати на самом деле вижу смысл чуть добавить его больше по причине того что чё-то как-то его задача на будущее разобраться чтобы было наверное буду фотик брать для палитры отдельные что будет скорее сюда наверное весь смысл попробовать все-таки камеру для палитры был бы абсолютно брать я считаю вот теперь разницу даже принципе наверно невооруженным взглядом будет видно я сейчас попробую могу принципе если хотите палитру поднести поближе чтобы было я фокус нормально как раз здесь здесь нормально все нормально отлично более-менее огонь он блестит сильно поэтому можно сделать вот так вот допустим чтобы он все равно подстраивается да ну да вот окей хорошо приступаем соответственно я беру чуть-чуть нашего нового цвета я его не сильно кстати развожу на самом-то деле нет слушал он он сейчас самое то сейчас будет отлично я и на самом-то деле мы сейчас будем работать только с кряжем то есть мы не будем куда-то глубоко уходить какой-то лес то есть самые самые верхние то есть только наиболее сильно отражают падающий свет да мы делаем edge highlight и теперь этот edge highlight на самом-то деле будет не особо сильно заметен потому что мы на самом-то деле даже если я добавил по факту меня сейчас раствор две капли белой алхимии на одну каплю эмиралтки на самом-то деле сильно большой разницы пока вы не заметите даже боюсь что на самом-то деле ее и обычным взглядом сейчас особо сразу не заметишь цвет довольно яркий вот так то есть он добавляет сразу чуть чуть больше яркости я на самом-то деле тут еще попутно смахиваю пальцем и и потому что у меня чуть-чуть edge highlight косячит потому что грань у этой ракушке с иногда чуть-чуть чуть-чуть упоротая и приберу яркость немножко чтобы мы попробовали вот так немножко цвет у нас появится попробуем так и надеюсь будет лучше видно и вернем камеру сделать сделать потемнее чтобы стало заметно фиолетовый и вот немножко не пересвечивали наши грани пересвет он будет на самом-то деле не особо прям мега сильный мы больше будем то есть это эта задача больше акцентов это уже такие детали пошли которые чаще всего видны будут не очень но без них как раз модель будет казаться чуточку незавершенный слушай мне мне комфортно те как-то ненормально и мы уже привыкли посему тут скорее больше такая ситуация у нас типа компрессор сейчас заглох я его сейчас не использую он уксом остыл нормально ну отлично значит тогда можно будет потом сегодня это как завершение просто снова вернуться к оставшимся деталям и дам тебя добро вполне себе хорошее завершение до нас будет у нас сегодня просто больше скорее задача показать какой у нас план на металлики потом впоследствии я не знаю либо я закончу металлики дома либо мы закончим их действительно следующих как если нам понравится это здесь просиживать выходные свои мне мне нравится хорош компания до никита хам загадывает периодически до никита тоже хорошая компания обеспечивает пододвинуть вот кстати вот здесь вот немножко возникает один маленький косяк белой алхимии она малость у нас полупрозрачная за счет чего мне приходится пару раз уже проходится по ней так я кстати на самом деле думаю я лучше сменю кисточку на более тонкую как как это хорошо цепляет кстати вот в этот раз она прям прям молодец предыдущие разы когда на верхнем этаже занимались в клубе без прокидывания до окна было намного хуже сейчас вполне но нормально пока что на 2 100 мегабит она отдает картинку и что в лучшем качестве будет доступна запись но это тоже с этим еще буду разбираться на среди на следующих наших встреч чтобы картинки было еще лучше не каждый каждый выезд на стримы это обнаружение проблем их решение для следующего заезда по камере шумов по голосу лишних нету не туда картина на удивление казалось бы выходные об на самом-то деле ой да слушай если мы к стриме стриме из такого общественного помещения это да ясен фиг то что так все кому слушаться нужно готовиться к этому проверяю как у нас тут сигналы везде количество просмотра смотрящих нас 4 человека ей лёша привет лёша челла веке иринат саши также с нами очень рад но отлично и для работы тоже очень очень главное что есть что-то под пока как это люди людям есть чего под покрас ну да если штока вы пишите комментируйте спрашивайте абсолютно они там как-то у лада нету времени он как тренирует драй браш драй браш на руку рожает солнце шиша окей это еще один способ как это назвать да так на отличие как у нас дела пока грузится грузится разобраться с категориями стыгами на твиче вот смотрит один человек но смотрит по крайней мере плите человек смотрящий нас на встрече так он как раз артём андрей точнее ульянов написал что колоссовской и приехали поэтому скоро я буду готовиться на данных на тысячу а оси и у многих раз гоблинцами ты их красить будешь так же как один человек красил 120 100 да я выйду то есть то же самое только 200 побьешь рекорд знаешь уже такой гоба челлендж кто покрасит больше гоба за один раз ну тут штука как бы тут в дело вступает лень не если по хорошей штук 100 мне потом браться за новость то будет ленивый тяжело и ну как бы морально собраться на такой подвиг у нас сложнее товарищ старший лейтенант любит как это скидывать песенку про прокрастинацию да ну вот тип ну как бы тип того ну просто это как бы тяжело у меня были там большие-большие марафоны когда я красил вармашевских найтов штук по-моему по джеков а? джеков нет именно найт экземпларов а найт экземпларов безупречных штук по-моему по 35 по-моему бастионов 15 штук ну то есть такие марафоны у меня были как опыт я понимаю то что я после этого их не ни за что в красе снова не буду поэтому нужно разом напрячься представьте что это мороженое и и жрать и жрать главное что как мороженое не как говно ну как покрасишь да 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 колоссалсквик как раз размером с ландошку получается ну колоссалсквик он там да он такой увесистый он конечно не тролль хага но под ближе кродиоцца кродиоцца ой так 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 тихо 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 ва ну и благодаря тому что тебе база бит металлик тени металлик ты видишься в тени металликами если где-то вдруг чего-то да да быстренько подмазать чистое водичка подобрать и не измениться если бы делал бы то же самое допустим по базе он есть только варианты покраски допустим доспехов что-то наносишь базу а потом по краям либо там дыребрасчиком либо кистью эш-хайлайт там делаешь металликом да чтобы как будто потертый металл там блестит краска типа слезла не здесь мы изображаем полироль тут мы делаем прям полироль полироль по этой причине нам этот вариант не очень подходит я хочу за акцентирую внимание тут у меня маленькая кляксочка была не кистер алхимии нормально прям очень нравится вот я честно говоря пока тоже доволен тем что получается так сейчас мы тогда теперь пока у нас то все работает мы теперь сделаем называется давайте уж как это если мы делаем на 10 давайте сделаем на 11 берем чистую белую алхимию и я не знаю что я с ней буду делать сейчас варен бен спасибо большое что протестировали на то что написал я от пятидесяти гулей обалдеть успел так что удачи с губами пусть их не постигнет участь трупоеда фарса но в свой за счет скажу что первый полтинник трупоеда гулей я все-таки открасил вот осталось только их приклеить базам и налить водички на базы вот это было тяжко последний капли было чтобы с пока что петь это красить немножко ближе к себе чтобы там некоторые моменты на самом деле что-то задумался как бы сказал мне как как удобно я просто на самом деле тогда просто поставлю локти на стол а не кисти сожалению вебка у меня двигается камера рывками поэтому если кого-то укачает извините но я стараюсь так чтобы все-таки поинтов интересно вот это уже интересно я слышал от варианта того что типа кого-то могло укачать в метро но вот чтобы у кого-то укачало от того что вебка двигается вот отчет может может быть какой может быть серьезно люди слабенькие пошли почему что период не выраждаемся чем могу сказать мы с тобой рождалили за сотни просмотров 110 посмотрела посмотрела и бы за кого-то нахрен вот так я в общем сейчас тогда в таком случае дело белая алхимия отсветения по самым острым краям наши ракушки то есть это самый верх там где я уверен что солнце будет как раз таки бить прямо в самую грань опять же это типа такая работа для себя и и практически никогда никто не увидит но вот мне кажется что это будет приятным довершение для нашей работы пониже пониже да вот так отлично окей я соответственно попутно еще вытираю пальцем то что у меня слишком сильно ушло от кисти потому что краска четки чуточку разведение чем обычно я таким образом в наглую исправляю свои ошибки пока есть возможность да то есть это за счет того что краска влажная я могу позволить себе осторожно это все убрать не рискую при этом сильно обосрадушки потому что я смотрю бить если мне нравится то что я вижу когда получается слушание эта техника она хорошо работает мне она нравится я ее уже оттачивал наш тронкостах и теперь я вижу смысл просто ее продвинут на следующий уровень на чем-то более крупным ну пока пока она выглядит интересно теперь осталось просто повторить на всех оставшихся элементах рыцаря не получилось что она для таких не особо сильно рельефных то есть гуля для хоринской ковки она не сам подойдет именно нет это здесь она опять же вот и как видишь она построена на том что я осторожно смешиваю плавно постепенно каждый новый цвет он создает картину дальше то есть он не сильно прям нету резких разрывов да 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 вот единственно только чуть-чуть тут накосячил с белой алкинкой этот ну опять же в чем удобство палитры то что можешь вернуться к предыдущему цвету по влажной палитры то что я краска не высыхает так быстро тоже на вооружение тем кто не пользуется предыдущий цвет у вас не успел засохнуть на палитре поэтому суши намешали быстренько быстренько разрешитесь к нему подмазали и продолжили своим основным если где-то ошиблись где-то что-то недорасчитали на до перемазали как это сегодня радует молодцы что работает стабильно ну как бы да у меня получается в этом заходе но и процентов пропуска дропов на куб чуть меньше чем не задает сигнал но пока что все киев следующие разы может пробовать еще ну в целом в целом в принципе вот на этом моменте в принципе ракушка уже более-менее завершенная проверю что все эти звуком потому что периодически надо проверять а только бывает кто-то смотрит типа без звука ну ладно значит так так и задумано типа сидим молча слушаем как петь и кратит лады нас слышно валится человек да все есть ну вот в общем она как-то так почти ну как раз так вот она более-менее даже похожим на то что в живую я вот у нас это для сопоставления сорян было стало да то есть у нас был вот такой получилось нечто такое чуточку конечно но кстати не а грехи я вижу кое-какие есть они чуть-чуть их надо доработать чуть но это типа я могу это сделать совершенно принципе спокойно самостоятельно уже если меня что-то не устраивает я могу это датонировать более темным металликом сверху типа там взять немножечко эмиралтки чуть-чуть детонировать эмиралткой вот здесь чуть-чуть тени измут испачкала все-таки подправим чуть-чуть меня даже тень до сих пор еще в принципе рабочая спасибо будет да получается в чем штука вот буквально там чуть больше часа вот учитывая что мы же большую часть времени тратили на болтовни и разговоры все хихоньки-хахоньки да вот вполне большой или меньше на большой элемент модели который долго ковырять есть рельеф есть чем работать принципе готов то есть понятное дело что рыцарь красится они не так же скоро и весело как простой морячок следующий раз надо будет попробовать типа морячка для разнообразия показать что можно покрасить морячка по-быренькому просто к тому что кабина это требуется время несколько вечеров до потребуется но результат с такой техника будет вполне 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 такой приятный и что самое важное вот то что мы видим здесь на самом деле можно сделать экспериментировать с любым металликом каким захотим то есть если мы захотим например поработать с металликом золотым каким-нибудь то есть добавить больше контрастность учиты тот факт что у нас русский рыцарь будет примерно вот такого оттенка именно в броневых пластиных то на самом-то деле можно поэкспериментировать с золотом золото будет добавлять тоже большего контраста к этому парню он будет у нас более таким более ярким например Leonardostate наверно без белой алхимкой наверное переборщил конечно чуть-чуть мне нравится такой вариант металл красный рот потому что все привели к золоту к стали к бронзе а тут именно такой интересный зеленоватый перламутровый оттенок который который синим будет тоже очень интересна приказ на что они как бы смежные цвета да вот поэтому вот как вот так вот тебе просто покажу да собственно вот вот чем мы имеем собственно под конец я просто сижу как раз здесь сбоку недалеко не в полуметре не точнее в полу километра отсюда но как раз ты смотришь типа знаешь такого рабочего расстояния человек будет видеть чаще всего то есть я подошел к столу наклонился и в принципе как раз вижу то что на уровне чуть выше чем из глаз да очень приятно и тени очень хорошее распределение цвета вот и в то же время как бы дата давай у фиолетовый цвет любопытных сочетания но при этом как бы перламутровый зеленый он доминирует все равно и белые блики не нравится ну да в общем собственно дальнейшем я буду дорабатывать получается у нас тут на самом-то деле вот таких ракушек у меня еще дофига то есть их делаем мельчим же длина много да то есть у нас будут всякие элементы типа вот таких маленьких пластинок будут вообще вот такие то есть мелочевки у нас на пронот очневает отблендить и скорее всего я вот думаю все таки о том чтобы сделать вот эту внутреннюю внутренний шар а это где он это у него будет получается меня место геральдического щита вот вот так вот стоять у него сейчас шутки ради кстати давайте попробуем посмотрим как у нас это будет выглядеть сейчас на самом рыцаре. Сейчас я поставлю палитру сюда. Иди сюда. Ну вот как-то так. Конечно, вот здесь вот чуточку, на мой взгляд, ну поторопился я, но главное нам в принципе показать эффект и на самом-то деле вот если его не ставить вот так вот, на самом-то деле самое смешное, если я его ставлю так, а грехи видны. Если я его ставлю вот именно как он должен стоять, этого уже не видно, потому что я вижу именно блик, бьющий в мою сторону и мне его не видно. Поэтому, на мой взгляд, не так уж и плохо. Для первого раза самое то. Вот. Ну я думаю, мы в дальнейшем будем, соответственно, дорабатывать его. Я так думаю, мы на самом деле три часа сегодня уже отбили. Около того, я думаю, да. Я думаю, наверное, тогда в таком случае можно потихонечку закругляться. Да, давай, в принципе, как тест основной прогон познакомились с интересной техникой, пообщались. Дальше мы будем, да, соответственно, дорабатывать его. Может быть мы будем, я сразу там, не знаю, покрашу еще пару ракушек для людей. Может быть мы, кстати, перейдем даже к более сложным элементам. Наверное, булаве тоже самое. Я как раз закончу руку для него, поставлю булаву и мы как раз поработаем с булавой. То есть мы посмотрим, как у нас она будет объективно работать. Потому что у меня пока мысли бы ее сделать, положить ее, то есть вот таким ударом, что может быть он как раз таки... Аниме стал. Да, аниме стал. То есть его повернуть, что он как раз там глазом высматривать кого-нибудь. Типа вот так вот повернулся такой, кого там следующего жахнуть. Либо, наоборот, ГВ стал в полузанесенном состоянии готов. Да, вот что-то вот такое там, например, занести за голову ее. Вариантов много. Фантазия. Вот. Ну, наверное, на сегодня все. Дам добро, тогда закругляемся. В принципе, я думаю, как тестовый выездной прошел отлично. Петя очень хороший собеседник, очень здоровый интересный. Да, взаимно. Вот. Ну и что же, всем спасибо за просмотр. Видео будет доступно в записи, опять же посмотреть, обсудить. Если это комментарий, совет, рекомендации, всегда рад их обсудить, принять, рассмотреть и все подобное. И обосрать. Слушай, ну как бы... Ну куда же... Так что все, ребята, спасибо за компанию. На сегодня, пожалуй, что все. Будем улучшить качество картинки, качество звука и большее количество точек, потому что здесь я сейчас не понял, что не хватает как раз более низкой точки. Не то, что сверху, а... Нужно стороннюю, да. Для понимания. Как раз понимать, как оно все происходит. Все будет сделано, все будет круто. И больше внимания. Огонь, да. Ребят, спасибо. Спасибо опять большое. Да, спасибо тебе тоже, что пришел. Пока-пока. Все, пока-пока, ребят.